что тебе рассказывать сынок про этот замечательный участок всем привет в кадре андрей стройка и сегодня мы хотим вам рассказать про один восхитительный участок ленинградской области на котором стоит дубль дом куча террас ландшафтный дизайн и мы как дубль дом сервис приложили к этому руку первый раз мы встретились заказчиками в сентябре обсудили детали проекта потому что на этот участок был проект от одного известного ландшафтного бюро в питере да не то что в питере даже в россии одно из самых крутых бюро подготовка работы подготовка чертежей заняла какое-то время и в начале февраля мы вышли на работы по изготовлению фундамента для дома февраля Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Еще одно преимущество монтажа свая техникой это если попадается камень на пути свая то трактор может снять свой крут, надеть ковш и выкопать этот камень и сваю закрутить потом по новой Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... уже стемнело и свои мы закончили мы их закрутили обрезали в уровень заполнили цемента песчаной смесью и накинули оголовки сейчас оголовки выровняем их приварим и все завтра будем ждать металл и будем делать обвязку в первый день мы закрутили все сваи под фундамент дома и террасы вокруг него на следующий день у нас обвязка металлом металл используется двутавр большой крепкий мощный но и Субтитры подогнал «Симон» Второй день работы на этом фундаменте. Вчера закрутили сваи, сегодня утро пришел металл, его посчитали. Нам немножко не доложили, но мы выкрутимся. И уже делаем обвязку. Делать ее будем пару дней. На таком фундаменте, как и на любой стройке, руки в карманах держать нельзя. Потому что если вдруг упадешь, то чтобы было за что зацепиться. Продолжение следует... Фундамент под дом готов, а значит дальше работа с коммуникациями. Подводка воды и электричество. Труба нужна. То есть в траншею надо класть не то, что надо. Можно, конечно, и толщину стенки сделать 2, но лучше 3. Она, во-первых, крепче, а во-вторых, ее можно соединять на латунный фитинг и с муфтой, которая не даст трубе сгибаться. Потому что муфты делаются только под трубу со стенкой 3. У нас здесь ПНД СР-11 это 302 миллиметра диаметр и стенка 3 миллиметра. Трактор нам сейчас строит траншею под воду, отдельную линию. И линия под воду будет совмещаться с линией под электрический кабель. У нас будет в итоге одна траншея под коммуникацией, но в конце они расходятся в разные места. Вода, потому что в одном месте, а столб электрический в другом. Под воду мы роем типа метра полтора-два, в среднем 1,8. Чтобы вода не промерзла, когда будет лютая зима. Под кабель у нас, наверное, метр, чуть меньше будет траншея. Вот это вот достаточно. Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас мы оголяем наш бронированный кабель, чтобы завести в щиток и проложить его в траншею и вывести уже возле дома. Защищается он вот таким ножом-гарпуном. Это Книпекс, это, конечно, дорого, но есть аналоги подешевле. Но зато изоляция основной жилы не вредится. То есть вот этот гарпун, он не даст повредить основную жилу, когда будете снимать лишнюю изоляцию. Мусор мы потом уберем. Субтитры сделал DimaTorzok Вот наша траншея. Она глубиной около двух метров. Здесь мы проложили воду и электричество в одной траншеи и на одной глубине. Мы это подсыпали сантиметров типа 20-30 и сверху положили защитную ленту. Что значит защитную? Она не особо защитит, но если кто-то здесь будет копаться или буриться, он увидит, что дальше глубже будут эти коммуникации, будет осторожен, либо прекратит работу. То есть если вот эта мелочь может сэкономить кому-то кучу нервов и денег, то мы это делаем не зря. Продолжение следует... Таким образом фундамент под дом готов, под террасы вокруг дома готовы, готова вода, готовы электричества. Дальше мы проводим канализацию, закапываем септик, локальное очистное сооружение и делаем фундамент под террасы. Первая партия свай, она пришла как надо. То есть от технологического отверстия до верха свая нужное расстояние, оно небольшое. Оно специально выдержанное, чтобы залазило на свайкрут. То есть потому что в свайкруте отверстие пина, оно на определенной высоте. То есть от те сваи, они с другим расстоянием от техно-веческого отверстия, оно бы просто не подошло. Вот это расстояние больше и получается оно не влезет в свайкрут. То есть это свая для закручивания руками. Поэтому мы каждую свайку теперь подпиливаем. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Через несколько дней все готово к принятию дома, поэтому заказываем тралы в Москву, их там грузят, и мы начинаем монтаж. Закончили фундамент, и он получился большим, сложным и крепким. Здесь фундамент под террасой, он отделен от дома. То есть вот этот двутавр, он не сопряжен с домом, потому что это правило хорошего тона, чтобы террасы не были соединены с домом физически, чтобы не передавались какие-то вибрации, звуки и так далее. Дальше. Дальше. У нас есть большой перепад. Я думаю, он около двух метров, типа 2-10. И укосины на такой низкой высоте, на этой низкой стороне, они не нужны. Укосины нужны на большой стороне. И вместо того, чтобы сделать укосины из уголка, швеллера или еще чего-нибудь, мы сделали это из тросов. И сейчас покажем как. Вот наши укосины сделаны из троса, и конструкция совершенно простая. Трос 10 миллиметров, пару толрепов и пару зажимов. Здесь из особенностей, что добавили снизу двутавр, чтобы трос не стягивал сваи друг на друга. То есть сверху упор есть, и теперь он есть снизу. Здесь мы взяли трос, он называется 7х7. Здесь 7 жил, по 7 проволок в каждой жиле. У него, я не помню маркировку, но насколько я помню по паспорту, это около 10 тонн разрывная сила. Обычно фактическая разрывная сила от паспорта отличается процентов на 15. То есть в паспорте 10, разрывная будет 8,5 фактическая. И если взять формулу, как делаются чалки из таких тросов, то делается запас прочности 6. Значит, если у нас разрывная фактическая 8,5, делим это на 6. То есть тонны полторы, чуть меньше, этот трос будет держать постоянно, всегда и стабильно. Значит, из него можно сделать чалки. И этого вполне нам достаточно, чтобы удержать диагональ дома. Тем более, что этих пролетов, которые сделаны из троса, 5. Пять. 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 дубль дом производится в данный момент в москве и приехал сюда в ленинградскую область поселок сосновские озера во вторую очередь и едет он на 2 длинных тралах длина трала около 20 метров и в коттеджные поселки такие машины не пускают поэтому мы перегружаем стралов за пределами поселка на такие манипуляторы и уже везем по поселку до фундамента где стоит кран и с манипулятора ставят на фундамент в нужном порядке так и монтируется модульный дом иногда манипуляторы требуются вездеходы потому что модуль тяжелый а иногда его подвозить надо по какой-нибудь каши или как здесь по совсем неподготовленному грунту почти полю исторический момент семья власовых обзавелась небольшим приусадебным участком смотрите как красиво сосновских озерах приозерский район сегодня грузит наш дом фантастика для рождения меня а а а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Одна из особенностей этого фундамента в том, что здесь использована балка большего сечения, чем обычно То есть стандартный дубльдомовский фундамент использует балку 14, типа 14B1 или какую-то другую Здесь нам нужно было сделать консольный вынос террас, чтобы они свисали где-то на метр шестьдесят И мы увеличили сечение балки для этого, чтобы ничего там не прогибалось и вибрации передавалось в дом меньше Поперечный двутавр у нас 14 и на компьютере такое соединение сделать довольно просто Типа одна балка пересекает другую, что может быть проще Но вживую у нас есть главная балка, которая не режется и ее пересекает двутавр меньшего сечения, который режется И соответственно просто насквозь он пройти не может, так как главный двутавр у нас нельзя резать То здесь у нас просто приварен кусочек в 70 сантиметров Это соединение крепкое, но оно конечно не может нести серьезных нагрузок То есть для наших целей как поддержания выноса террас этого более чем достаточно В принципе это действительно проваренное соединение, оно может держать большой вес Силовой монтаж губль дома, то есть установка техникой модулей на фундамент занимает один день обычно То есть силовой монтаж это просто составить модуль в нужном порядке Дальше идет монотонная работа монтажников над этим домом Они выставляют всю геометрию, двигают домкратами и выставляют нужные углы И отделка дома с покрытием крыши, с внутренней отделкой занимает типа неделю, 10 дней И пока эти 10 дней идут, монтажники работают, мы продолжаем работы по участку и делаем дренаж Перед тем как делать фундамент мы сделали пробное бурение Это приезжает специально обученный мужчина, он шнеком делает отверстия в пятне застройки и смотрит какие грунты В первую очередь его интересует, где залегает плотный грунт, на который можно опереться, чтобы передать нагрузку от дома в землю Это пробное бурение показало, что грунты здесь классные, это песок, немножко камешков, но это мелочи Главное, что песок имеет высокий коэффициент фильтрации, то есть он дренирует через себя хорошо воду И теоретически может быть здесь и не нужен дренаж Но рельеф с большим перепадом высот и со скосом, то есть теоретически вода будет от соседа, который находится выше, спускаться к нам И лучше на этапе работ по фундаменту, когда еще не все так готово в газонах, лучше сделать дренаж Он у нас поверхностный, не глубокого заложения и фактически он является перехватывающим Сейчас надо немножко поднять забор, трактор будет делать здесь траншею рядом, чтобы забор не попортить Поэтому пару проемов мы снимем Сегодня у нас день дренажа, поэтому приехал трактор и начнет траншею прямо отсюда и пойдет вдоль верхней части участка Траншея будет под перехватывающий дренаж сантиметров 60-80 с уклоном где-то полсантиметра на метр, то есть 5% уклон Грунты здесь хорошие, но перехватывающий дренаж от соседа сделать надо Потому что уклон здесь прям большой и хочется сохранить наш грунт стабильным в плане влажности Для точной копки к траншею мы натянули нитку по границе участка У нас между домом и границ участка 3 метра И траншея должна идти в полуметре от этой линии Но трактору неудобно копать, когда натянута нитка, поэтому мы в объем колышки ориентирующие нитку уберем, чтобы она не мешалась и не запуталась в колесах Сделали траншею, в ней уклон соблюден, он даже обеспечивается с помощью ландшафта, он довольно крутой Сделим геотекстиль снизу, у него плотность около 150 грамм на квадратный метр Крепим креплениями для утеплителя, так просто удобнее Можно конечно речки нарезать и вбить, но мы будем использовать этот пластик, потом его вытащим и соберем Положим геотекстиль, насыпем щебня, туда пойдет труба Труба она специально дренажная с отверстиями хаотичными на ней И она еще обмотана в еще один слой геотекстиля, то есть по сути будет двойная защита Когда положится труба на щебень, мы сверху еще дадим сантиметров 10 щебня Это для крепости, чтобы на трубу уже можно было наступать, не на трубу, а на траншею и трубу не смяло 10 сантиметров над ней, закрываем геотекстилем, который самый первый и засыпаем дальше песком Получается отличный пирог, отличный дренирующий пирог Продолжаем траншею в линию до другой стороны участка Вот здесь на углу у нас есть ответвление одного луча дренажа Значит здесь точно будет колодец Колодцы делаются на всех углах, чтобы дренажная труба шла строго по прямой Так проще будет чистить ее, когда она забилась Типа вставили керхер и дали давление И весь ил, который там со временем копится, типа через 5-7 лет Можно будет легко удалить На этой прямой, эта прямая у нас больше 50 метров Здесь по-хорошему тоже нужно делать колодец Потому что прямая трубы не должна быть длиннее 50 метров Поэтому мы взяли условный пик В самую высокую точку на этой линии И там поставили колодец И у нее, получается, два луча дренажа идут вправо и влево ниже То есть нам нужно, чтобы низ нашей трубы был в уровень с сделанной траншей примерно Готово За сегодняшнюю смену трактора мы успели прокопать все траншеи, которые нам требуются На разной глубине, там от 80 до метра Там немножко поглубже, чтобы соблюсти уклон У трактора был ковш 40-ка, то есть 40 сантиметров Это лучше, чем 60, потому что в дальнейшем уйдет меньше щебня Да и грунта он меньше выбирает, проще потом закопать Получается, он сделал нам все траншеи Мы уложили первый слой геотекстиля Вот он, серенький И уже сверху здесь, на этой траншеи, успели накидать немножко щебня Щебня чуть-чуть, типа сантиметров 5 Для того, чтобы разделить первый геотекстиль И геотекстиль, который будет намотан на дренажную трубу Здесь уже, получается, все подготовлено, чтобы поставить, положить дренажную трубу Она кладется сверху еще щебня, типа сантиметров 10 Для крепости, чтобы по траншеи условно можно было проехать И трубу не замяло Геотекстиль первый заворачивается в кармашек И получается дренаж почти готов Остается только немножко засыпать его песком И в нашем случае у нас классный грунт, он почти везде песок И мы этот же грунт, который выбрали, и мы будем засыпать И дренаж будет готов Вот сейчас здесь уже видно наш готовый пирог В траншею сразу кладется геотекстиль Немножко щебня под трубу Сверху труба И дальше мы это засыпаем щебнем Трубу полностью покрываем Верхний слой, он защитный слой Он не даст трубе согнуться, если вдруг на нее наедет какая-то машина и так далее Если собирается проехать какая-то большая техника, то слой должен быть выше У нас здесь ездить ничего не будет, поэтому, условно, 5-6 сантиметров нам хватит Потом у нас геотекстиль заворачивается Сейчас Вот так вот Он закрывается в замок и сверху уже грунт Если у нас в данном случае песок, и мы просто этим же грунтом, который выкопали, будем закрывать Если здесь торф или глина, то глиной сверху закрывать нельзя Заказывается песок, лучше намывной, и сверху засыпается Поехали 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 Дальше небольшая информация для тех, кто будет сам крутить фундамент под дубль дом или заказывать стороннюю фирму Если вы на своем фундаменте будете использовать двутавр большего сечения, чем рекомендуется Рекомендуется 14 Здесь мы взяли усиленный 18-й двутавр Значит, у него высота 18 сантиметров То на фундаменте будет 3 сваи, которые будут пилиться не в один уровень с остальными Потому что поддерживающий двутавр, который идет поперек, в длину дома Он остается 14-м И поддерживающая сваи должна быть прямо под ним И значит, должна быть выше остальных сваи на 4 сантиметра На разницу между двумя двутаврами 14 и 18 18-4 18-14 4 сантиметра Вот И у нас это сваи на 4 сантиметра больше Продолжение следует... Третий день мы уже делаем фундамент под террасы. Здесь 81 свая, 84 метра погонных уголка 100 на 100, которые используются для обвязки. Обращаю внимание, что здесь нет оголовков, то есть роль оголовков выполняет как раз уголок 100 на 100. У него полка получается 95 и она полностью перекрывает нашу 76 сваю, поэтому оголовок здесь не требуется. Сегодня крайний день, когда мы сейчас это все доварим и будем уже заниматься деревянным каркасом террасы и самими террасами. Наступил следующий день, у нас уже готов полностью дренаж, мы его закопали. Выглядит он довольно незаметно. От него остались только колодцы, в которых выходят трубы. Колодцы это инспекционные, чтобы если что прочистить трубу, если она заилилась, и смотреть, как поживает у нас дренаж. Сегодня мы по плану должны сделать парковку. Мы уже сделали выторфовку около 20 сантиметров по всей парковочной площади. Грунты здесь плотные, то есть 20 сантиметров мы сняли и уже дошли до песка. Уже до нормального основания, на которое можно опираться. Потом пойдет у нас геотекстиль, за ним щебень фракции 20-40. Его проходим виброплитой, трамбуем немножко и дальше будем засыпать отсевом дробления того же щебня. Субтитры подогнал «Симон»! Все земляные работы готовы, дренаж сделан, фундаменты все закручены. Значит, следующая работа по подготовке каркасов террас и их настилов. Стас, а где мой карандаш? Сейчас мы делаем террасы. Сейчас уже все прямолинейные террасы, большая часть, сделаны. То есть все прямоугольники относительно просто собрал, поставил. Остались хитрые куски, которые стыкуются друг с другом не под 90 градусов. И здесь нужно будет немножко повыдумывать, чем и займемся. Здесь получается две линии террас, которые идут с парковки сюда и от дома сюда. И нам нужно сделать их пересечение. Чтобы сделать его хорошо, нам нужно просто продолжить эти террасы и вот это пятно наложения повторить. Для этого эту террасу продолжим в сторону парковки. Просто возьмем доску и... Надо сделать так, чтобы она была как будто бы продолжением, то есть в линию. У нас пошла линия. Теперь понятно, где должна закончиться терраса, которая идет с парковки. Это 200-я каркасная доска. Она, конечно, нелегкая. Отлично. Все, мы продолжили наши террасы, первую, вторую, и получили пересечение. И сейчас уже есть понимание, как должна выглядеть будущая терраса. Это называется угольник Свонсена. И он такой хитрый, что к нему идет целая книжка с инструкцией, как им пользоваться. Он там размещает стропила и все остальное. Но типа 99% случаев его используют именно как упор для торцовки. Чтобы поставил и просто отторцовал. Так же и мы. Значит, эта сторона тоже отторцована. Мы ее совмещаем с той отторцованной и разметимся. Прежде чем разметиться, посмотрим, правильно ли мы выбрали лицевую сторону. То есть, если мы делаем разметку здесь, значит, доски встанут вот так. И задняя сторона будет лицевой. Лучше бы она, чтобы она была хорошей. Хорошей, чтобы не было вот таких вот непрострогов, каких-то заусенцев, выбитых сучков. Да, та сторона, наверное, получше будет. Так, размеры есть, можно собирать. Вот эти первые саморезы, если их закручивать без сверления, они, скорее всего, лопнут в древесину. Поэтому надо бы засверлиться. Но либо битой, либо нормальным. Нормальным сверлом. Но быстрее так. Первая лага стоит. Эта сторона готова. Сейчас будем крутить ту. Солнышко сразу так настро... Вот такие саморезы попадаются. Не только в тех крепьях, а в остальных фирмах тоже. Даже бывает, покупаешь хорошие саморезы, типа Крэговские, для соединения в торец. И там попадаются без резьбы или кривые. Блин, ребята, они стоят 10 рублей за штуку. Можно было бы и постараться сделать их нормальных. Эту террасу мы продолжили. Концы мы намеренно не обрезали. Потому что мы их сейчас будем подрезать по месту. Чтобы соблюсти линию той террасы, приходящей, с которой она пересекается. Чтобы сейчас получилось, надо 7 раз отмерить, 1 раз отрезать. Так, ладно, возьми палец, просто палец. Сантиметр вот так сделай. Даже 2 санта, наверное, средний палец. Мы уперли здесь. Здесь он лежит. Под 90. Все. Все, появилась у нас линия и угол реза, по которому нужно обрезать лагу. Не лагу, а обвязку. И изготовить кастомную лагу с такими же углами, как и здесь. Все, разметка готова. На этой угловой террасе надо поставить последнюю лагу. Но, если мы ее поставим, примерно вот так она будет выглядеть, то вот здесь у нас расстояние будет вполне приемлемое, типа 60 по центрам. А здесь, здесь уже типа 96. И 28 террасная доска, которая будет здесь, на таком расстоянии, почти метровом, она будет прогибаться. Поэтому я бы здесь, на самом деле, добавил еще одну лагу прямую и потом уже со скосом. Так будет надежнее, прогибаться ничего не будет. Осталась последняя лага. Вопрос, как ее размечать. Так же, как и все остальное пинки по месту. Кстати, поэтому строительный карандаш имеет овальную, овальный профиль, чтобы не укатывался. Стас, а где мой карандаш? Терраса готова. Нам надо сначала подкрасить торцы, потому что они там белые. А я уже собрался ее крепить. Куда ж ты торопишься? Терраса готова. И она лежит на уголке. В уголке мы заранее сделали отверстие 10. И в это отверстие мы сейчас снизу будем вкручивать глухарь. Ай-яй-яй. А Шурик-то у меня не влазит в эту ямку, ребята. Один из четырех готов. Дальше. Отлично. Вот теперь уже официально первая из двух у нас готова. Она подкрашена торцы, она зафиксирована, она сделана в линию. И формирует скошенную линию с остальными террасами. Поэтому приступим ко второй. Соберем прямо над этой же террасой, над первой. Потому что шаг, лак он абсолютно такой же. 75 по центрам. Уай-уай. Все. Убираем за собой. Оставляем рабочее место чисто. И заканчиваем. Я сейчас это приберусь, почище. У тебя будет бирол. Как это все готово. Все готово и красиво. Пока мы с этими двумя террасками ковырялись, ребята уже огромную большую террасу сделали. Доделывают по мелочи. Чего потеряли? Орега давай. Вторую маленькую терраску мы крепить пока не будем. Потому что хочется ее вытащить оттуда. Набить террасную доску. И этот край сделать так, чтобы пройти паркеткой и все доски одновременно пильнуть. Не каждую выводить размер. И не каждую пилить под 13 градусов. А мы ее набьем. Один раз пильнем. Пройдемся фрезером, снимем фаску. Аккуратно подкрасим. И уже целиковую поставим. И закрепим. Вот так. Все. Все террасы и другие работы на участке, они занимают, конечно, больше времени, чем 10 дней. Поэтому дубуль дом уже будет готов, а мы продолжаем работу на участке. В передней части участка есть кухня, где стоит гриль, где делается барбекю. И на этом месте хочется иметь воду. Помыть руки после мяса, помыть фрукты и овощи. И поэтому из дома нужно привезти на эту террасу и воду, и электричество. Чтобы это сделать, нам электрический кабель нужно провести под всеми террасами и завести в щиток. Поставить их на отдельный автомат. По поводу воды то же самое. Мы проводим ПНД трубу под уклоном, чтобы ее можно было слить перед зимой. И заводим прямо в коллектор. Но в коллектор ее так просто не завести, поэтому его немножко нужно переделать. Продолжение следует... Одна пойдет у нас под фурако в правую часть дома, вторая пойдет налево на летнюю кухню. И это все будет отдельно перекрываться. Коллектор готов. Надо только подвести трубы и провести их под домом. До фурако и до летней кухни. Еще по коммуникациям надо будет провести электрический кабель под домом и завести в щиток на отдельный автомат. Это будет освещение для террасы. И отдельная линия пойдет на кухню и на парковку. Еще сюда мы подведем электричество для освещения. Здесь по контуру есть небольшие фонарики 12-ти вольтовые. Поэтому нам требуется сюда вывести только розетку. А блок питания уже есть на конце этого провода. Просто вставил и это уже заработало. Но самое главное повторить, что здесь нет 220 вокруг воды. Это важно. Здесь только 12 и это безопасно. Прошел примерно месяц с того момента, как я чуть не упал с этого двутавра, когда мы делали фундамент под дом и террасы. За этот месяц уже готов дом, готов каркас террас. Нам осталось просто завести доску террасную. 28-ю. Лиственницу. О, нет, не лиственницу, а сосна ель. Не сортируемая. Ее накрутить и все будет готово. То есть модульная стройка, она быстрая. Террасы тоже делаются быстро. Хотя и не модульные. Передняя часть участка с террасами готова. Здесь осталось только где-то немножко подкрасить. И уже можно набивать, точнее накручивать террасную доску. У нас она будет 28-я. В принципе такая же, как у дубль дома. Она 28-30. Но фундамент под террасы и под дом в одном уровне. Это технологически нельзя было исправить. Потому что у нас фундамент под боковые террасы, он выходит из-под дома. Значит они на одном уровне. Пирог каркаса дубль дома, террасы, это каркас 200 миллиметров. И 45 снизу черный пол. Итого 240. 240 миллиметров. У нас же каркас, это просто 200 и террасная доска 28. Значит нам не будет хватать до одного уровня 17 миллиметров. Поэтому пришлось на фундамент делать небольшие подкладочки. Высотой в 17 миллиметров, красить их в черные. И теперь террасная доска, когда мы ее сюда накрутим, она будет в уровень с террасной доской веранды дубль дома. Изюминка задней части участка, это конечно фурако. Или фурако. Я не знаю как оно говорится правильно, потому что узнал я его от заказчика. Это японская баня, она с подогревом и делается в виде бочки. Конкретно эта штука сделана в Новосибирске. Отечественная. И под нее закручен фундамент. Отдельно стоящий, все-таки она довольно-таки тяжелая. Я думаю больше куба воды сюда входит. И отдельная история, это как мы ее сюда ставили. С соседнего участка подъезжал манипулятор и издалека ставил эту штуку. И мы ее немножко подтаскивали по фундаменту. Фурако встроена печь для того, чтобы разогревать воду. Я думаю это отлично будет межсезонье и зимой, когда ты можешь выйти из дома и сесть в горячую воду и отдохнуть. Сейчас конечно ее летом не топят, но используют как небольшой бассейн. Может я так буду рассказывать? Дом готов, террасы тоже готовы. И следующим этапом была эта обшивка цоколя. Задача цоколя немножко закрыть пространство между домом, чтобы не казалось, что дом стоит на воздухе. Это особенность свайных фундаментов на больших перепадах или на больших высотах. Свай тонкие, черные их не особо видно, поэтому хочется немножко здесь подшить. Дом готов и мы уже стоим под готовым домом, под его террасой. Дальше заказчик захотел еще зашить цоколь, потому что здесь он подсыпал щебнем и получилась прикольная зона хранения под таким фундаментом, чтобы место не пропадало. И эту зону хранения хочется немножко закрыть от чужих глаз. Поэтому мы выбрали здесь вариант обшивки деревом, брусочек 45-й, пробел, снова брусочек и так далее. То есть мозаикой так набить бруски. На что их крепить? То есть на сваю их, очевидно, не прикрепить, нужно какое-то основание деревянное. Поэтому мы берем пластины, привариваем их к свае. В этой пластине есть отверстие, и мы в это отверстие крепим деревянную стойку во всю длину сваи. И на эту деревянную стойку уже будут крепиться бруски. Это надежно, крепко и просто. Здесь какие особенности, наверное, стоит учитывать пучение земли. Потому что зимой есть влага в грунте, она замерзает и земля поднимается. Поэтому ни стойки, ни бруски деревянные, которые крепко закреплены к сваю, не должны касаться земли сантиметров на 10. Этого будет достаточно. Не думаю, что здесь может быть пучение выше 10 сантиметров. Террасы готовы, и в некоторых местах они довольно высоко над землей. В том краю больше 3 метров перепад. И это пространство хочется огородить и обезопасить, тем более, что в доме живет несколько маленьких детей. Хочется сделать эти перила максимально светопрозрачными, чтобы не портить вид на участок. И лучшее решение это сделать перила с тросами. Мы сделали несколько стойок, сделали сами перилины, и натянули троса, натянули их толрепами. И получилось крепко, надежно и максимально светопропускная способность. Когда мы полностью собрали зону кухни, она получилась довольно большой и непонятное пространство, для чего его использовать. Поэтому владелец участка, хозяин, решил здесь разместить перголу. И поэтому мы занялись ее изготовлением и проектированием. Полностью силовой каркас, он сделан из клееного бруса, сечением 140 на 140. И для меня это было неприятным сюрпризом, что 140 на 140 брус не заказать. Все производства, которые делают клееные брусы, делают его 138 на 140. То есть немножко таким прямоугольным, не квадратным. Но да ладно, в принципе он незаметный, и никто никогда не скажет, что он неравносторонний. Дальше стояла задача, как сделать это сооружение крепким, без укосин. То есть нужно какое-то укрепление, чтобы не было раскачивания. На фундаменте, например, мы использовали тросы. Здесь обычно делают какие-то перемычки или укосины. Хотелось от них избавиться. И поэтому мы попробовали и применили здесь. И надо сказать, удачно. Это крутое решение, которое я могу смело рекомендовать. Мы на своей ЧПУ-плазме сделали эти уголки, сделанные из стали толщиной 5 мм. Это довольно крепкая и тяжелая штука. Мы сделали три уголка и сварили их между собой. Вот эта фаска, это хороший паровар зачищенный. И таким образом мы получили усиление. И эта пергола сейчас стоит довольно крепко. То есть она не абсолютно упругая, она, конечно, шатается, но любой ветер, любая непогода ей, конечно, нипочем. К слову о том, что основная роль на этом участке – это роль заказчика. Потому что он утверждает все дизайны, добавляет какие-то фишечки, привносит свои изменения. И один из примеров – это вот эти прекрасные вазы и прекрасные украшения, сделанные из бетона. Эти штуки реально тяжелые. И они делаются, по-моему, в Ростовской области. Их заказали сюда. Вроде мелочь, но насколько эта штука прикольная, приятная. И стоит рядом с перголой, и все это в каком-то одном ритме. Выглядит потрясающе. Здесь все готово. И как бы грустно не было покидать этот объект, мы его покидаем. Наша работа здесь закончена. Будем приезжать сюда в гости и смотреть, как растет сад, как развивается этот дальше участок. И вообще хотелось рассказать, что такой большой и красивый проект он делается большим количеством рук и большим количеством голов. Когда мы в первый раз встретились с заказчиками, они уже почти закончили проект с деревопарком. Это большое ландшафтное бюро в Санкт-Петербурге. Они крутые, большие. И они разработали вот эту идею и концепцию, что в конце участка стоит дом, террасирование идет к парковке. То есть идею они сделали. Дальше мы эту идею реализовали, техническую часть, то есть воду, электричество, дренаж, дом, террасы. Дальше вышли другие подрядчики по ландшафту. Они немножко сделали отсыпку здесь, выровняли плоскости. Высадили газон, высадили деревья. И дальше заказчик ухаживает за своим садом, за своим газоном. Это на самом деле большая работа, кучу сил тратят на это. Но я согласен, что это приятная работенка следить за своим садом. Это даже звучит романтично. Но наша работа здесь закончена. Обидно, досадно отсюда уезжать, потому что здесь прекрасно и хочется находиться долго. Но нас ждут дальше следующие проекты, следующий монтаж, дубль домов, фундаментов, террас, всего остального. Поэтому мы не прощаемся, а говорим до свидания и увидимся на следующих объектах. Субтитры создавал DimaTorzok